что хочется сказать не устаю пока что благодарить вас за комментарии очень приятные слова много интересного опыта очень много интересных людей пишет которые раньше не писали просто прям как проснулись как будто бы все мне приятно что со мной вместе уже участвует в попытке поменять свои привычки несколько человек я надеюсь что действительно все получится потому что мы стараемся естественно нужно иметь много сил силы воли желания для того чтобы это делать но поверьте мне я это делаю не в первый раз я не в первый раз пытаюсь сделать это то что делал это в прошлом году пыталась и у меня получилось две недели это тоже была не первая попытка уже это тяжело тяжело менять привычки когда ты столько лет делаешь одно и тоже и также здесь есть вопрос мотивации затрагивается насколько как бы мы этого хотим зачем нам это нужно очень много вопросов связующих с этим то есть понимаю ли я зачем тоже многие гордына зачем зачем себя насиловать если у которых нет этого понимания то есть главное что было внутреннее понимание зачем чтобы было внимание чтобы было ответ на вопрос почему я это делаю что что меня мотивирует то что если есть что-то глобальное что-то большое то вы сможете это делать каждое утро и вставать и понимать зачем оно нужно по крайней мере я так понимаю это я еще делаю это пока штука четыре дня вот но есть понимание просто понимание что то нужно мне для здоровья это захватывает аспект того что мне нужно рано ложиться спать то есть я убиваю двоих зайцев и ложусь рано и просыпаюсь рано как процессы организма они от этого что это такое было процессы организма они в принципе от этого только улучшаются от этого только улучшаются то есть то что я встаю рано это только плюс для меня и моего организма как моя мама говорит в копилку здоровья это в копилку вашего здоровья каждый рано каждый день когда вы рано пошли спать каждый день когда вы рано встали проснулись если вы при этом еще делаете физическую активность какую-нибудь там я не знаю медитацию что-то это еще больше но я пока еще пока что нет я еще пока что вот просыпаюсь есть какой-то да ритуал выпить водички немножечко сейчас уже вот включала себе один раз музыку какую-то чтобы немножко по мыслям но я просто еще встаю я просто как бы понимаете это же за собой тянет целую перемену жизни потому что у нас если мы рано встаем значит нам нужно если мы рано встаем значит нам нужно рано лечь если мне нужно рано лечь это есть дела которые мне нужно успеть доделать до того как я лягу спать потому что раньше мне это было брало больше времени то есть понимаете то есть а вся эта готовка уборка какие-то компьютерные дела посмотреть какое-то телевидение то есть тема и два часа которые были это это все исчезает испаряется но просто поэтому нужно заново понять вот эти вот привычки другие которые были у меня там вечерние моя рутина скажем так ее надо тоже пересмотреть переделать что-то перенести на утро что-то сделать в течение дня и что-то успеть сделать до того времени когда мне надо идти спать поэтому в этом плане конечно же конечно же безусловно это большая работа и не всегда все происходит у нас в один день автобус стоит стоп вытащил ехать нельзя все стоят ой ты боже мой куда же ты лезешь поэтому это все тянет за собой ряд привычек которые нужно менять то есть меняется все с этим ранним вставанием в моей жизни надо поменять вечернюю рутину привыкнуть по другому все это делать что я что-то перенести на утро то есть очень много изменений поэтому делается все поэтапно возможно что-то я успеваю лучше и больше и меньше делала анализы так хорошо никого не было зашла по поводу и доска витам узнать кое-что к их нему доктору то что это в одном здании здесь вот у меня еще есть немножечко времени на моих бровей и я решила поговорить продолжить точнее вот эту тему того что люди говорят вот нафиг оно тебе и нанужно спи себе есть возможность спи для нас как подумать что надо утром вставать так уже заранее настроение портится смотрите я вас понимаю потому что я точно такая же была я обычно такой же человек как и все и у меня естественное желание поспать утром такие же как у всех поэтому я решила что нужно над этим работать потому что так это не в порядок и как я до этого сказала во первых это в копилку твоего здоровья это для твоего здоровья прежде всего это это я каждый день на жизнь думаю так все в моем организме лучше стало на один день на один день лучше там раньше легла раньше встала лучше все процессы там заработали конечно очень важно при раннем вставании стараться рано ложиться потому что иначе тогда понятно вставать в пять ложиться в двенадцать ночи понятно это долго не протянешь вот смысл в том чтобы и ложиться поэтому как бы да а во вторых хочу поговорить про мотивацию которая знаете извне и изнутри то есть есть внутренняя мотивация в данном случае пока что меня мотивирует внутренняя мотивация на каком-то этапе в таких процессах всегда становится тяжело и внутренняя мотивация уже недостаточная для того чтобы мотивировать себя иногда я просто знаю что этот момент настанет несмотря на то что мне сейчас вроде казалось бы легко возможно это и не настанет но я просто не летаю в облаках я серьезно смотрю смотрю на речь и я понимаю что так это не будет я знаю что на каком-то этапе придет день и скажу да ну его все буду спать сегодня и вот здесь должна прийти на помощь мотивация извне в моем случае я думаю что такой мотивацией будете вы потому что я знаю что вы будете проверять встала Леина во первых я знаю что есть люди которые на меня смотрят для которых я уже в этом вопросе есть какой-то ориентир и поэтому вот это меня будет поднимать то есть я себя припасла еще я хочу с вами поговорить про мотивацию извне если вы хотите делать но внутри не можете найти сил ну во первых там молитвы и обращение там к вселенной или у каждого свои источники силы будем говорить так это одно конечно постараться потому что человеку часто самому тяжело найти в себе силы что-то делать и если у вас есть человек может быть который вместе с вами это сможет делать подруга или кто-нибудь из членов семьи это замечательно вы сможете поддерживать друг друга но если такой ситуации у вас нет то один из вариантов например найти себе какую-то такую занятость которая вас будет с утра поднимать потому что у вас не будет выбора ну во первых какая-то работа которая начинается очень рано не знаю как у блогера Оля а у American Stories которая написала что она в 4.45 у нее звенит будильник и она поднимается каждое утро в 6 они уже с ребенком выезжают из дома это вообще это очень тяжело и вот это не мотивация это вот такая вот обязаловка но но если при этом удается рано ложиться Ольге я понимаю ты говоришь что раньше 11 не укладываешься это конечно маловастенько будет но в зависимости от того как ты себя ощущаешь опять таки есть человек которому нужно поспать 6 часов прекрасно себя чувствовать есть человек которому 8 а есть кому и 9 будет мало понимаете то есть это же все индивидуально я уже как-то в одном из комментариев вы кстати читайте комментарии потому что сейчас пока вот у меня утреннее время есть я отвечаю на комментарии и так как вы пишете большие комментарии я пишу достаточно достаточно развернутые ответы поэтому я уже даже сегодня утром увидела некоторые вопросы повторяющиеся по поводу Габриэль например занятия и так дальше почитайте уже в комментариях есть ответы на эти вопросы посмотрите так вот мотивация извне так вот нужно найти в себе вот себе такую замену которая вас будет поднимать если у вас нет внутренних сил подняться ну например например возможно какие-нибудь газеты раздавать утром возможно какие-то там доставки делать иногда есть какие-то работы я знаю там в клебопекарнях на кухнях там где утром с утра рано начинаются какие-то заготовки нужны люди которые с утра смогут прийти там почистить порезать что-то там сделать какие-то подсобные работы то есть какие-то такие вещи что-то что вас будет вот как бы обязывать я понимаю что есть люди которые и на работу плевали им и на работу как бы им плевать они могут не встать если у них нет сил но как бы по большому счету это будет хотя бы вот может быть в таком плане какая проблема с мотивацией извне проблема с мотивацией извне та что ее можно отменить то есть как я и сказала какая-нибудь работа или обязаловка как бы вы не обязаны никому и ничего и в какой-то момент вы станете скажете да пошло оно все я не хочу здесь работать не хочу это делать и это может поэтому закончиться поэтому это может вас продержать какое-то время и то если как бы конечно достаточно внутренне сильный какой-то стержень есть но самое лучшее это конечно мотивация изнутри когда у вас есть полное осознание и понимание почему вы это делаете и зачем потому что если этого понимания нету опроса потому что ну грубо говоря там не знаю малыш его сказала что вставать рано это хорошо для здоровья поэтому я буду вставать это тоже протянет недолго должно быть внутреннее понимание для чего именно мне это нужно почему именно я должен это делать то есть какие-то такие должны быть разобраны этот вопрос все на внутреннем уровне все у нас в голове все у нас в мозгах мы управляем своим телом мы управляем своей жизнью вот это понимание ко мне каждый день приходит все больше и больше что я управляю своей жизнью я решаю когда я лягу когда я встану когда я поем когда я не поем когда я выпью воду когда я не выпью воду когда я прочитаю книгу а когда я не буду брать ее в руки пять лет к примеру да кто это за нас решает сосед подруга мама папа нет это все решаете вы да я понимаю есть обстоятельства иногда основное обстоятельство в жизни женщин это дети которые часто пока они маленькие новорожденные там первые годы жизни это очень тяжело но это возможно тоже хотя бы пытаться стараться делать какие-то попытки и я понимаю потому что я сама была в состоянии вот пока вот это вот с Габи первый год был достаточно тяжелый в плане сна она просто не спала я это уже говорила неоднократно ни в одном видео она просто ребенок не спал она не спала она не спит тяжело было вообще что-то планировать я уже ждала ну когда она закончит там кормиться грудью ну когда она начнет спать ночью ну когда опять-таки тоже многое зависело в каких-то этих вопросов от меня там когда она закончит кормиться грудью когда я решила в один день Тогда она и закончила в год и восемь месяцев, понимаете? То есть эти все вопросы тоже решаемы, но тоже на определенном периоде жизни, понимаете? То есть не сразу. И в остальном, понимаете, когда приходит понимание внутреннее наше, что в нашей жизни только мы хозяева, ни директор мой, ни босс, ни моя работа, ни моя сестра, ни моя бабушка, ни моя мама, ни мой папа, ни Ктодру, ни мой муж, не указ. Это ваша жизнь. И только вам ее жить. И только вы можете сами исправить какие-то привычки или ошибки, которые вы допускали до этого. Правда? На сегодня влог закончен. Желаю всем хорошего дня, а кому-то спокойной ночи. Бай-бай!